Ну а в Кобяйском районе республики в селе Себян-Кюэль отметили слет оленеводов. Один из немногих праздников, когда оленеводы могут вместе отдохнуть, продемонстрировать силу и ловкость в традиционных национальных состязаниях. Это мероприятие имеет большое значение для развития традиционной оленеводческой отрасли и решения социальных проблем коренных народов севера. Подробнее о празднике расскажет Татьяна Владимирова. Юбилейный слет оленеводов, который по традиции проводится на озере Себян-Кюэль, открыл парад участников слета, колонны с национальным колоритом. После обряда и угощения священного огня с этим праздничным днем жителей поздравил глава Кобяйского улуса Игнатий Спиридонов и вручил шестерым участникам, представляющим наш улус и занявшие призовые места на межрегиональных соревнованиях Игр оленеводов России на грудные знаки за вклад в социально-экономическое развитие улуса. Мы совещали сегодня след оленеводов, каким образом улучшить положение оленеводствия. И уверен, что оленеводство у нас пойдет вверх. И мы готовим пилотный проект. Есть, конечно, несколько вариантов, но я считаю, что мы примем решение, которое устроит всех. В числе почетных гостей были поэт-прозаик Василий Спиридонович Кементинов-Баргачан и делегации из Верхоянского улуса. Приехали специально для слета. В этом году был объявлен Годом молодежи, поэтому мы приехали молодежью. Участники слета состязались по таким видам, как метание аркана, прыжки через нарты и борьба на кушаках, где были выявлены лучшие из лучших. Кульминационным моментом празднования стали гонки верхом на оленях и на оленях упряжках среди детей, женщин и мужчин. После празднования юбилейного слета у участников и гостей остались очень приятные впечатления, которые надолго останутся в памяти у многих. Наряду с празднованием жителями Наслега было поставлено много проблемных вопросов и задач во влагопроцветание родного ламахинского Наслега. Татьяна Владимирова, НЛК Саха, поселок Сангар.